Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы снова возвращаемся в No Man's Sky, спустя три года после прошлого прохождения. За эти три года вышло довольно много обновлений интересных, на которые хотелось бы посмотреть. И буквально вчера, позавчера, наверное, уже вышло новое обновление под названием Frontiers, которое добавило в игру возможность управлять своим собственным поселением, которое нам нужно будет защищать от стражей, которое мы будем развивать, строя разные здания, оно нам будет приносить какой-то там доход и ресурсы некоторые, мы будем решать какие-то проблемы между жителями, там что-то такое. Ну, в общем, интересные механики, на которые хотелось бы посмотреть. А я еще в Steam глянул, что у меня там 4 достижения не сделано, по-моему, или 3 всего лишь в этой игре, до 100%. Одно из них — пройти игру на перманентной смерти. И я на самом деле долго думал, стоит ли, стоит или не стоит, но я думаю, мы справимся. Игра, в принципе, достаточно простая. Если пережить буквально первые там полчаса игры, то дальше все пойдет как по маслу. Проблем особых не будет. Может быть, там, ну, с пиратами какими-то, да, где-то что-то вот могут быть неприятности. Но в целом, я думаю, что мы должны будем справиться. Если не случится какой-нибудь баг, по типу, как вот раньше было, что можно с фрейтера провалиться сквозь текстуры в космос и умереть, да, то, ну, я думаю, что все будет хорошо, если не будет подобных багов. Поэтому давайте окунемся в галактический хардкор. Итак, мы потерпели крушение на неизвестной планете среди бескрайних звезд. Потеряли память заодно. И на этой планете неблагоприятный климат. Или планета будет очень холодной, или очень жаркой, или, может быть, токсичной. Посмотрим, какая сейчас сгенерится. Тут у нас рандомная генерация всего. И, да, единственное, что меня немного смущает, из того, что я вот помню, это наркоманская сюжетная линия такая. О, как было тяжело с ней. Но вроде бы там что-то в сюжете меняли. Посмотрим. О, какая планета красивая. Токсичная, небось. Но красивая. Мне нравится цветовая гамма здесь. И теперь самый важный момент. Если у нас рядом есть пещера, то мы справились. Вон, я вижу, есть пещера. Примерно в 80% стартов у меня была вот буквально в 5 метрах от стартовой точки пещера. Если ее, конечно, нету, то это... Ну, да. Выживание... Шанс на выживание сводится просто к минимуму. А когда есть пещера, все хорошо. Мы сейчас просто уйдем в пещеру быстренько. Так. Красивая пещера. Маленькая, очень правда, оказалась. Да? Но пойдет. Но пойдет. Так, давайте мы сейчас первым делом перейдем в режим от первого лица, потому что мне не нравится от третьего лица играть. И клавишу F нажимаем. Все, порядок. И немножечко наведем порядок здесь. Защита от вредных факторов. Вредный фактор у нас токсины на этой планете. Мы вот это вот дело можем все перенести в раздел технологий. Систему жизнеобеспечения. Реактивный ранец сюда. Чтобы в инвентаре у нас было больше места. Немножко с тех пор, как я играл, интерфейс поменялся. Инвентарчик тоже как-то вроде по-другому немного выглядит. У нас есть два слота для груза. Здесь в два раза больше помещается в слот, чем в инвентаре. Можно будет туда какое-то барахло скидывать. Вот. И давайте посмотрим, что у нас есть в пещере. Нам советуют использовать сканер, чтобы найти полезные ресурсы. Но сканер у нас не работает. Его нужно отремонтировать. Для этого нужно собрать ферритной пыли. Хорошо. Но кроме ферритной пыли, жизненно важно собирать постоянно углерод. И что-то, чем можно будет перезаряжать систему жизнеобеспечения. И систему защиты от вредных факторов. Эти две штуки мы можем перезаряжать. Систему жизнеобеспечения вот этим гелем или просто кислородом. Гель делается из углерода и дегидрогенного геля. И систему защиты от вредных факторов мы ионными батареями перезаряжаем. Для этого нам нужен кобальт, кобальт и ферритная пыль. Кобальт в сталактитах, сталагмитах, в пещерах как раз находится. Десять штучек нам надо на одну перезарядку. Ну давайте парочку сейчас возьмем. А, хотя в этой пещере у нас есть сразу и углерод, поэтому проблем не будет. Углерод нам нужен для перезарядки нашего мультитула, которым мы пока что все тут добываем. Для чего нужны луковичные тыквы? Я, если честно, не помню, но давайте мы заберем ее. Может быть, кстати, с вот этих вот растений. Грибковая плесень. Требуется перчатка химзащиты. Нет, мы их не можем собирать, эти растения большие. Думал, может быть, там будет много углерода сразу. Но с маленьких, кстати, тоже, в принципе, пойдет. Так, хорошо. Отойдем немного в пещеру и перезарядим сразу мультитур... Мультитур? Мультитул. И возьмем еще немного кобальта. Так. О! В жужжащих мешочках можно собирать... Жемчуг, который... Можно продавать по 10 тысяч. О, тут... Ядовитые растения. Мы с них тоже получаем кислород. Поэтому, в принципе, это будет полезно. Давайте соберем их. И дегидрогена тоже возьмем. У нас все под боком возле нашей пещерки оказалось очень удобно. И феррит можно вот в этих мелких камнях тоже собирать. Но, может быть, мы найдем... Тут побольше камней не видно. Ну, во всяком случае, здесь, снизу. Соберем еще... Что там у нас? Натрий. Он нам для задания понадобится. С мелких камней... Коней? Камней! Боже мой! Что у меня сегодня с языком? С мелких камней... Конечно, собирать не очень удобно. Но 75 мы собрали. Все, идем. В пещерке немного постоим. Блин, как здесь красиво. Вот освещение такое... Приятное сочетание... Серого, белого и... Зеленого. Так, хорошо. Давайте отремонтируем сканер. И теперь надо перезарядить систему защиты от вредных факторов. Но она у нас автоматически сама перезарядилась, потому что мы в укрытии находимся. Пока нам победная музыка играет. И цель обновляется. Покопаем немного кобальта. Так. Доберитесь до отмеченного сигнала. 500-600 почти метров. Там нас ждет наш корабль. Мне нравится эта планета. Ладно, побежали. Побежали. Что нам еще нужно было? Я уже не помню. Давайте сейчас глянем быстренько. А, все у нас, что нужно, есть. Дигидрогена еще не хватает. Давайте. Сканер запустим. И... Вон он. Большие, хорошие кристаллы. Я вот, правда, не уверен насчет вот этих существ. Они могут оказаться агрессивными. А могут и не оказаться агрессивными. Пока у нас нет визора сканирующего, мы пока подойдем к ним, не узнаем. Но подходить я, наверное, к ним не стану. Блин, они местные ядовитые какие-то растения. Вроде за нами никто не бежит. Хорошо. О, а мы не можем собирать. Нужно продвинутый расщепитель. И вон уже виднеется наш кораблик. Но обязательно нужно собирать весь дигидроген поначалу. Который мы находим. Сколько получили? 16 всего лишь? Окей. Кричит. Движение такое прям на планете оживленное. Это сейчас уже для нас не проблема. У нас есть чем ее перезарядить. И мы можем наделать еще капсулу для перезарядки. Токсичный, я не знаю, олень какой-то. Висящие в воздухе камни. Все хорошо тут на этой планете. Давайте перезаряжаем защиту от токсинов. Ну, какой малышек. Регион планеты. Новые обнаружили. Хорошо. Давайте соберем, что тут в ящиках лежит. Ржавчина. Ну, кроме ржавчины, мы, по-моему, немного дигидрогена получили еще. Немного натрия. Чтобы эту активировать, нужен атласпас первый. У нас его нет. Заберем барахло это. Аварийный маяк. Сценарий итерация такая-то удалено. Возможно, ошибка разделения границ. Сосуд опустошен. Причина вторжения стражей. Намеренная передача. Создана новая итерация. Система сдерживания аномалий подготовлена. Транслировать. Что мы куда... Что происходит здесь? Я... Да. Хоть и второй раз уже играю, все равно ничего не понимаю. Обнаружена странствующая аномалия. Аномалия уступает. Положение зафиксировано. Инициализация проверки целой сноси системы. И... Все. Хорошо. Пошли к нашему кораблю. Тут можно немного посидеть, передохнуть. Но корабль поврежден. Автодиагностика звездолета действует. Так. Подключение к атласу неустойчивое. Взлетные ускорители отключены. Импульсный двигатель отключен. Я нахожусь на неизвестной планете без снаряжения. В полном одиночестве и серьезной опасности. Я не могу вспомнить, какие обстоятельства привели меня сюда. Собственно, я вообще ничего не помню. По крайней мере, этот корабль, кажется, меня узнает. Панель управления реагирует на мои прикосновения. Или на мой экзокостюм. Я еще не на том свете. И этот корабль, мой спасательный круг, мой билет к звездам. Клук спасательный. Так. Прочитать журнал. Журнал. Так. Недоступа. Замещение данных. Экзокостюм. Подключен. Предложение пилоту. Стоит регулярно выполнять ремонт. Выберите желаемый путь ремонта. Отремонтировать систему корабля. Протоколы саморемонта. Запуск. И нам нужен герметик и металлическая обшивка. Металлическая обшивка из ферритной пыли делается. И мы, по-моему, можем ее... Нет, не можем. Не хватает чуть-чуть. Ладно. Сейчас. Поковыряем тут немного камней. Это не камни. Там вон вроде камушек какой-то. Тоже все. Может быть какие-то вот эти можно будет. Это не слишком большое, я не уверен. Нет. Нельзя его тоже собрать. Ладно. 20 углерода. Так. Ну вроде собрали немного. Пошли. Давайте сразу. Так. Добавляем пластину. Хорошо. Итерация такая-то. Функционирует. Критическое повреждение звездолета. Отсутствует важная составляющая. Невозможно синтезировать требуя компоненты. Для работы импульсного двигателя требуется герметик. Попросим помощи. Рекомендация. При анализе итерации поблизости обнаружен герметик. Извлеките планетарную карту из ячейки аварийного маяка. Окей. Пошли. Аварийный маяк. Я заглядываю внутрь корпуса маяка. Он способен не только передавать сигнал бедствия. Внутри него находится планетарная карта. Даже две штуки, по-моему, обычно лежат там. Давайте мы ее используем одну. Оп. Используем одну, говорю. И это нам покажет место, где мы можем найти герметик. Туда где-то километр топать, да. И по дороге у нас всегда начинается шторм. Какой-нибудь. Тут у нас токсичный какой-то шторм будет. Давайте пару живот этих разберем. Жемчуг, кстати, этот можно сюда положить. Тут его больше поместится. Что еще? Пошли мы в этом посидим в корабле, пока покрафтим немного. Нам нужно сделать с собой в дорогу запас батареек для перезарядки системы жизнеобеспечения и вот этих вот. Так. Почему мне не нравится то, что Е переключает между вкладками иногда? Вот, ну, камон. Все, больше не можем сделать. Хорошо. Пять штук у нас получилось создать. И десяток ионных батарей у нас будет. Хорошо. Немного углерода для перезарядки. Мультитула. Я думаю, мы можем все это барахло еще найти, поэтому пусть оно в инвентаре остается. Можно было бы в инвентарь корабля скинуть. Так, хорошо. Ну, пошли, посмотрим. Получится у нас туда добраться? Или, может быть, лучше будет вернуться к кораблю, когда начнется буря токсичная? Может, повезет, мы по дороге где-то пещеру какую-то найдем и в пещере можно будет покопать, пока буря будет. Так, перезаряжаем. Натрий, может быть, нам еще пригодится для чего-то, поэтому я его пока особо не трачу. О, можно ящики пока полутать. Там... Прям полезного такого вроде ничего не будет для нас, конечно. Ну, мало ли. Не, короче... А, вон, кстати, пещера. Да? Вопрос в том, смогу ли я выбраться. Я надеюсь. Фу, больно было. Ну, мы тут спрятались, хорошо. И можем покопать немного кобальт еще вот где-то здесь. Тут тоже... Хорошо, безопасно. Вот эти вот растения, да, агрессивные. Токсичные. Мы к ним близко подходить просто не будем, и будет все хорошо. И пока буря не закончится... Мы будем копать. Потому что выходить смысла нет. Там во время бури очень быстро разряжается наша защита от вредных факторов. Хорошие вот эти вот растения. Нечасто в пещере можно найти растения с большим количеством углерода. Буря, по идее, недолгая должна быть. Как тут дела? Буря все еще и идет. Изменение погоды. О! Все, порядок. Давайте добьем уже эти растения. Все. У нас теперь есть неплохой запас всяких разных ресурсов. И можем двигать дальше. Оп. Взлетели. Так, что там метка? Вон туда. Обязательно берем дегидроген. Половину пути мы уже прошли. Нефритовый горох. Какая-то новая тема с вот этими растениями. Раньше, по-моему, таких не было. Может, я, конечно, забыл. Я реально очень много забыл за три года. Но и за эти три года в игре очень много всего добавилось. Сейчас тему с приручением животных развили неплохо. Летающих животных можно приручать. В космосе заброшенные корабли. Такие, которые там, как в фильмах ужасов, исследовать нужно. По-моему, когда я играл, подводного мира не было. Он вроде бы вышел вот буквально, когда я закончил играть. Оп. Новый наземный транспорт тоже там какой-то появился. Что еще такого интересного? Так, вроде, больше особо и не вспомню ничего. По идее, в этом здании никогда ничего не бывает. Ну, заглянем на всякий случай. Нет, тут пусто. Оп. Все, все, все. Заряжаюсь. Так. И нас интересует голографический архив. Шесть из семи журналов повреждено. Воспроизведение записи. Никто. Делаю запись на случай. Приходится покинуть. Внутри фабрикатора может пригодиться. Визор поврежден. Не могу найти корабль. Забрать припасы. Запись в журнале заканчивается. Машина оживает и выдает припасы. Теперь у меня есть герметик для ремонта корабля. Я не знаю автора сообщения, которое привело меня сюда. Возможно, в свое время он оказался в той же ситуации, что и я. Так. Теперь, чтобы найти наш корабль, игра нам предлагает нажать F для того, чтобы активировать наш визор. Но у нас нет визора. Вот это да. Нам надо сделать углеродную нанотрубку. Для этого нам понадобится... Я не помню, что понадобится. Сейчас посмотрим. Ничего нам не понадобится. У нас есть. Открываем мультитул. И ставим анализирующий визор. Угу. Отлично. Во. Теперь мы можем сканировать все вподряд, что здесь захотим. И вот этих вот существ тоже. Три тысячи получили мы за сканирование. И все растения, все камни, все ресурсы. Все, все, все. Все, что движется или копается, можно сканировать. И за все мы будем получать немного, но все-таки ресурсов. Ресурсов, говорю. Ну, денег. Это я увидел сброс груза и подумал, что там могут быть какие-то ресурсы. Так. Давайте немного дегидрогена этого соберем. Его сканировать не надо. И теперь, после сканирования, мы получаем дополнительный ресурс при сборе. В данном случае, кроме пыли, мы получать будем еще и натрий теперь. Второстепенный ресурс. Он в маленьких количествах идет, но все равно. Все равно снижается. Приятная такая мелочь. Так. Теперь надо пойти передохнуть. Не можем там через стекло. Плюс, кроме режима сканирования, у нас есть отображение всего интересного поблизости. Наш корабль, вон, где-то там мы видим. И по дороге к кораблю мы видим залежи ресурсов. Видим скопление грибов там какие-то. Кроме всего этого есть какой-то засыпанный технологический модуль, который можно раскопать. Давайте зверушек просканируем. Так. Что еще тут интересного такого? Вон еще кто-то, кого можно просканить. Все пока что мирные весьма. Так. Ну, идем в сторону нашего корабля потихоньку. Потом перезарядим по дороге систему защиты. Так. Вот этих можно просканить. Птички. Тысячу юнитов получили. Боже мой, что ж ты так орешь-то? Мы тебя просканировали, да? О. И там где-то вон, внизу еще жужжащие мешочки есть. Аммиак. Сейчас больше интересно, сколько ферритной пыли мы получим. 21. Не густо. Грибковую плесень будем собирать отсюда теперь тоже хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ай-яй-яй, какие-то агрессивные растения там в кустах прятались. Так, всё-всё-всё. Меди можно будет тут покопать. Неизвестное здание. Там огромный крест. Мы, наверное, его не сможем выкопать, да? Без улучшенного этого... Блин, опять мерзкие эти растения. Да, не можем, жаль. Соберём ещё этот дигидроген и пойдём. В целом у нас довольно бодрый старт получился. Мы уже имеем кучу ресурсов. Нам хватит надолго... Перезаряжать и систему жизнеобеспечения, и... Систему защиты от токсинов в этом случае, в случае этой планеты. Осталось отремонтировать звездолёт. Ух ты ж, ёлки-палки, опять. Что ж ты будешь делать? Всё время они меня пугают. Всё время они прячутся где-то. Так. Значит, смотрим. Вставляем сюда герметик. Взлётный ускоритель. Критическое повреждение. Дигидрогенный гель и чистый феррит нам нужен. Дигидрогенный гель первым делом говорят. Давай, держи. Всё, что ж. Это без проблем. Теперь... Чистый феррит нам нужен. Для того, чтобы... Сделать чистый феррит, нам надо... Поставить портативный очиститель. Для него нам надо одна металлическая обшивка. Так, сейчас сделаем. Клавиша из-за вот это меню открывается. И... Мы сюда добавляем... Ха! Ферритной пыли у меня всего лишь две. Не густо. Не густо. Ладно. Сейчас покопаем немного пыли. Так, собрал я немного... Ресурсов. Давайте сейчас перезарядимся. Так. Так. И за минуту мы переработаем. Всё это делом. Я пойду пока, наверное, ещё ферриту покопаю. Чтобы у нас был запас небольшой. Всё равно пока ещё ждать. Тут надо... Переработки. Тут у нас ещё ящички есть. Микропроцессор. Какая-то ценная штука, да? Я уже не помню для чего там что нужно, конечно. Так. Забираем. Забираем. Куча топлива осталось у нас. Топливо, увы, мы разрядить не можем, насколько я понимаю. Поэтому мы разбираем эту штуку. Разбираем и теряем, по идее, топливо. Насколько я понял. Так. Добавляем 50 чистого феррита сюда. Корабль отремонтирован. Пусковые системы запущены. Ищите ответы среди звёзд. Нажмите W, чтобы взлететь. Ну ладно, полетели, да. Нас тут, в принципе, уже ничего не держит. А ещё у нас тут меточки какие-то были. Цветные, красивые. Что-что за меточки? Интересно. Уже я не вижу меточку. Ладно. Полетели к звёздам. С шифтом ускоряемся. И вот они, звёзды. Эвклидова галактика. Это наше открытие. Хеладог чего-то там. Планета была, да? Вроде. Так. Совершён выход на орбиту. Проверьте систему звездолёта. Зажмите W, чтобы поднять скорость. Так. Окей. Ускорение с шифтом. Окей. Мало. Всё. Порядок. Золотишко немного собрали. Золотой самородок. Чего там было? Что-то такое, чего я не видел, по-моему, раньше. Здесь нам нужен третий на самом деле. 45 получили. Быстренько сейчас соберём. Платину тоже получили. Это всё на продажу пойдёт. Вроде как. Ещё один золотой самородок. Чё-то много всякого ценного падает такого. Ладно. Всё. Полетели. Что там? Нам надо нажать пробел, чтобы зарядить импульсный двигатель. Погнали. Внимание. Обнадужена угроза. Оу. А я улетел. Я вовремя. Нажмите икс, чтобы ответить. Так. Отвечаем. Входящее сообщение. Источник такой-то. Пожалуйста, назови себя. Я помехи. Представьтесь. Оу. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Корабль. Корабль. Маневрируй. О. Пойдёт. Вы не в одиночестве. Следуй за... Трансляция прерывалась. Так же неожиданно, как и началось. Последний фрагмент сигнала похож на координаты планеты. Введём координаты. Внимание. Полученные навигационные данные. Отправьтесь к полученным координатам и найдите источник сигнала. Обнаружен звездолёт беглеца. Уничтожьте его и получите что-то там. Я не знаю, где мы получили... Где мы обнаружили звездолёт там. Но планету давайте глянем. Нажмите С, чтобы сканировать. Давайте просканируем. Мякоть кактуса, медь, перит, серебро. На этой планете есть. Выглядит как-то мрачно. Ну, может быть, это просто потому, что... Тёмная сторона, да? ...планеты. На удивление, не видно никакой космической станции. Сканирование, да, её не обнаружило. Вы получили гиперскопление Трити. Ага. Я понял. Так. Ой, тормозим, тормозим. Давай. 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 Сканер, короче, нам ничего в космосе здесь не находит. Пока что только одна метка у нас на вот эту вот... Ну, ладно. Полетели за мякотью кактуса. Охоже, это боевая тревога. Нас она не интересует. Блин, прошлая кислотная планета была приятнее. Тут какая-то пустынная. Ну, примерно так же, как у нас, да, в прошлый раз было. Первая планета у нас, по-моему, ледяная была тогда. А потом... Примерно такая же безжизненная планета. Ну, не безжизненная. Там жизнь есть. Но такая какая-то... Засушливая, вот, может, как-то вот так. Хотя... Цветовая гамма изменилась. Как по мне, в более приятную сторону. Не люблю пустынные планеты. Так, тормозим. Самое смешное, что источник сигнала у нас вот там. Я даже знаю. Нам вот туда нужно. Поэтому мы, наверное, сразу туда причалим. Чтобы лишний раз не расходовать. У нас там расходуется какой-то ресурс, не помню уже какой, для взлёта и посадки. Так. Приземляемся. Ну, да, тут гораздо приятнее, чем казалось изначально. Ой, тут стражи есть сразу. Уходим от стражей. Нечего их провоцировать. О, тут холодно на этой планете. О, там ещё и обломки корабля. Давайте сохраним тут игру. Как будто бы нам это сохранение что-то даст, да, если мы умрём. Так. Тут Атлас Пас нам нужен. Мы открыть не сможем здесь ничего. Так. Сигнал ещё далеко. Вернитесь на свой корабль. Активируйте разведку цели. А, нет, говорят, всё-таки где-то там сигнал. Давайте почитаем вот эту штуку. Слово какое-то изучим, по идее мы. Хе-хе-хе-хе. Вой-вой-вой. Небольшое инопланетное существо встаёт передо мной на колени. Она устала и измучена. Не глядя на меня, существо предлагает мне свою руку. Принимаем знания. Мы изучили слово гек. Хорошо. Всегда первым словом гек изучается. Блин, мне не нравится, что здесь холодно. Цель найдена, говорит. Сейчас ещё вот эту штуку посмотрим, что это такое. А, терминал галактической торговли. Мы можем продать. Горох. Я вон ржавчину продам. Цены, может быть, тут не очень, но я продам. Нефиг тут лежать. Эти штуки тоже продам. Живая слизь. Один микропроцессор тоже ни туда, ни сюда вообще. Отправьтесь к полученным координатам и найдите источник сигнала. Нам надо сделать вот такую штуку, чтобы перезарядить посадочную систему корабля. Это я зря сделал, но ладно. Тоже пригодится. Нам надо металлическая обшивка и... Во. Можем ещё сделать? Не можем. Не хватает. А, металлической обшивки не хватает. Вполне логично. Дегидрогена есть запас. Ну, давайте сделаем. Мы можем себе позволить немножко. Перезарядить только надо, да. Технология заряжена. Оп, не та клавиша. Если, конечно... Я топливо же добавил. Подожди. Если я сейчас вернусь к вот этому типа источнику сигнала и меня отправят вот сюда... Это будет печально. Тут и вроде пешком пройти можно было. Опять стражем. Может, вот эту штуку нам надо... Исследовать. У меня вот тестовая запись была. И, по-моему, я просто к точке вот этой пришёл. Мы уже близко. А, вот. Рядом точно такая же. Да. Там просто терминал торговая. Здесь как раз разбившаяся вот эта вот штука, которая нас интересует. Ясно. Искрящаяся проводка аппарата вызывает появление сигнала, который транслируется в пустоту. Кто бы ни оставил это сообщение, его давно здесь нет. Расшифровать сигнал. Где шифровка? 16-16-16. Нет топлива. Не удалось долететь до станции. Уровень защиты от вредных факторов почти на нуле. Выхода нет. Придётся под землю. Развернул компьютер базы. Помимо записи журнала и сигнал содержит планы создания компьютера базы и ландшафтного манипулятора. Возможно, мне повезёт. И в компьютере базы я найду сведения об авторе этих сообщений. Извлечь чертежи. Хорошо. Хромированный металл. Нужно накопать немного меди нам будет. Так, но... Я предлагаю всё-таки свалить с этой планеты и поискать какую-то более благоприятную планету для выполнения всех этих стартовых заданий. Чтоб было комфортнее немного. Целая поляна. Кристаллизированной воды. О-о-о. Нас спалили. Почти. Всё, уходим. О-о-о. Я успел как раз. Так. Заряжаем вот это дело. Заряжаем вот... По-моему, нам одна банка заряжает на два взлёта, да? Давайте используем вот эту штуковину. Золотые самородки тоже из... А я даже, кстати, не знаю. Может быть... Золотые самородки лучше так продавать? Не, вроде так вышло дороже. Так. Платина. Золото и серебро. Кстати, технологии можно тоже вот эти сюда переставить. Щит сюда тоже. И что-то типа в ракет. Фотонная пушка не влазит в раздел технологий, но... У нас в любом случае здесь уже немного больше места. Так. Кристалл используем. И вроде бы всё, что я хотел поактивировать. Так. Окей. Полетели. Поищем всё-таки... Какие-то более интересные планеты. Здесь у нас в этой системе... Давайте посмотрим сейчас. В каталоге должно быть... Не в каталоге. В открытиях должно быть записано. В этой системе есть... Ещё четыре планеты. Открытие загружено. Жгучая атмосфера. Может тут холодно только... Типа ночью? Может тут не так уже плохо. На этой планете. Получено 20 нанитов. Так. Почти безобидный. Звездолёт беглеца, опять же. Но... Я, наверное, не буду... С ним связываться. Просканируем эту планету. Агрессивные стражи. Не очень хорошо. На этой планете что у нас тут писали? Ничего интересного не писали. Так. В записи попал... В каталог попала вот эта планета? Нет. На неё надо... Приземлиться именно. Вон ещё вижу. О, отлично. Медь, золото, серебро. Сегментированная какая-то планета. Полетели. Полетели. Да. Полетели. Восstanden. О, отлично. Внимание, обнаружена угроза Он меня как будто бы преследует Хочет, чтобы я на нем 100 тысяч заработал Но управление вот этого начального звездолета мне совсем не нравится Поэтому я даже не знаю Я бы, наверное, не стал бы пока воевать О! Необычненько Живности я никакой не вижу здесь, правда Давайте пока мы тут вроде медленно Аккуратно летим, посмотрим Что у нас в открытиях на этой планете А, надо приземлиться, наверное, обязательно, да? Чтобы что-то о ней узнать О! Неизвестное здание пойдет Возле него и приземлимся сейчас Пожалуй Хм... Хм... Ладно, приземляемся Ну, тут вроде, да, благоприятный климат Страш, конечно, тут совсем не в тему Какая-то живность все-таки есть Кажется, там что-то большое О! Какие-то элементали прям Ух ты! Да Три тысячи мы получили Сепаратор сбоев какой-то Что это такое? Можем мы его приручить Дать питательные гранулы Можем О! Пыли дегидроген мы получаем Подобрать Что? Модули извлеченных данных Предназначены для строительства Редкий стабилизированный сбой Найденный на неисправной планете Можно разбестить в обитаемой базе Можно таких, короче, насобирать И у себя на базе поставить Их здесь, короче, много, я смотрю Ошибка подключения Очень необычная планета, конечно Корвакский скафандр я получил Вместе с ржавчиной той Вот тут, когда ржавчину собираешь, да? Что-то еще получаешь всегда с этих ящиков Или не всегда Сейчас я вроде ничего не получил, кроме ржавчины Так, страж вроде бы убрался отсюда Что мы тут? Потеря границ Индикатор чего-то там Ошибка подключения Итерация такая-то Терминал мерцает, ожидая ввода Загрузить данные Какие? Сценарии программы Страж отправлены Вмешаться Если форма жизни объявит войну Удаление из истории Продолжение протокола Творец Стражи устраняют биологический вид Не возвращаются Диагностика Ошибка Потеря данных Ошибка Продолжает следовать Изначально за программированным директивом Развивая свою способность Моделировать конфликтные сценарии Устаревшая модель поведения Потеря данных беспокоит Возможно потери контроля Самосознания Что? Ох уж это наркомания Так, что визор нам еще говорит? Залежи серебра я вижу Мы тут можем, конечно, меди покопать, да? Но Я даже не знаю Такая себе планетка для Обустройства базы 8 пыли 2 углерода Не густо Кобальт и золото сразу собирается Может тут много будет Ресов Сразу 2 углерода 7 пыли Ну уже Оду получили И то хорошо Еще Вот вон Сколько 55 пыли Ну такая планета Чего-то она меня не радует Хоть и, конечно, визуально интересная Такая Необычная Очень Еще одно Ажиода Ну короче, такое Ладно Давайте я подумаю Что мы будем делать В следующей серии А пока что мы Прервемся И Наверное, мы полетим По другим планетам Посмотрим Что там интересного будет Вот И продолжим Наше выживание На Хардкоре А пока что Всем спасибо за просмотр Всем пока И увидимся В следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok